Магнитолка стоит в хоне джаз. Вот так включаем зажигание. Ждем пока она загрузится. Включается она не совсем быстро. Как видите, нужно несколько секунд подождать. Выйдем в основном меню. Это сначала Explorer высвечивается, где можно выбрать с носителя музыку, фильмы либо фотографию. Нажмем еще раз. Основное меню. В нем у нас на первом месте радио. Вот так вот. Радио почему-то безбасовый играет. Включаем лют, можно эквалайзер включить. Чтобы более-менее играть. Не знаю, почему такая разница. Телевизор. Если поставить антенну в городе, будет ловить. Я его не смотрю. Даже дома. Можно подключать заднюю камеру. Тоже если подкинуть проводок на заднюю скорость, он сам будет автоматически выключаться. В принципе, мне тоже не нужно это, потому что у меня есть еще регистратор задней камеры. Поэтому я могу там на крайняк посмотреть. Да и так, габариты можно. Тут без него улыбайтесь. USB можно жесткий диск подключить. Можно флешку. Так, есть диуна с музычкой. Это настроить мультируль, если у вас есть. У меня мультируля, как видите, нету. Тоже не нужна опция. Эквалайзер. Тут у нас настройки по сабу, куда-чего. Так, AUX это внешний устройчик. И установки по монитору. В принципе, там только дату, что выставить. И то она настраивается по радио. Ну, приступим к музычке. Как она играет. Так, на какой-нибудь не сильно известной мелодии. А то забанят меня на ютубе. Так, лют можно выключить. У меня сабик стоит, чтобы у нас было слышно. Ну, значит, что. Играет она, в принципе, очень неплохо, по сравнению с другими моими магнитоками. Чисто, качественно, интуитивно понятное управление. Можно перемотать. Дальше очень удобно. Очень неплохо, кстати. Можно выключить. Здесь можно поменьше ярко сделать, если вы едете ночью, да? Значит, на режим. Ну, кстати, есть проводок. Если его подкинуть на габариты, на подсветку, тогда он будет сам делать тише. В принципе, если нажать ещё раз, полностью выключено. Если, кстати, нажать на выключение, тоже втухнет монитор. Если долго нажать, выключится монитор. Ну, что у нас ещё? Пультик есть. Очень удобно, если сидите сзади, смотрите какие-нибудь фильмы. Ну, по крайней мере, малому я Маша Медведь включаю. Любитель, посмотри здесь, с заднего кресла своего. Сам ничего не смотрю, ни клипы. За рулём-то не будешь клипы смотреть. Кстати, в видео, чтобы показывал, нужно на массу кинуть также проводок. Он типа на ручник рассчитан, только на ручнике можете смотреть. Да, ну, не предусмотрели, что может ручник зимой прилипнуть. Так, насмотритесь вы фильмом. В принципе, очень доволен. Сюда ещё заказал серого цвета карбончик. Обклеил потом, потому что это рамка заводская была. С заводской монетовой. Переходную я сэкономил не стал покупать. Это мы всё потом доработаем. Как всегда, всё временно. В принципе, всё устраивает. Кстати, флэшечка очень аккуратно засовывается. Только микром вставляется. То есть, SD нет. Для меня это плюс. Почему? Потому что SD обычно разбиваются. Сами гнездах, переходнички. Но со временем, если каждый день пишешь музыку. Вот. Здесь USB ещё. Чик. Так вот. Ну, что самый плюс, кстати. Та же самая музыка и здесь. Что самое интересное, что каждую флэшку она запоминает. Надо где-то её закончил играть. И какую песню на каком месте. Очень удобно. Вот. Если мы сейчас перейдём в ванное меню, включим SD, то будет на том же месте играть та же песня. Вот. Видите? Очень, очень удобно. Ну, а какая на USB? Сейчас мы с вами проверим это дело. Да. Всё чётко. Так же если вставить, допустим, фильм какой-то, он продолжает с того же места играть. То есть меню вообще отлично. Очень просто. Здесь всяких заморочек. Но он даже так ещё сделан так красиво, зачем-то не знаю. Типа можно. Как в андроиде, говорю. В общем, надо брать. Субтитры делал DimaTorzok